Добрый день! Мы продолжаем цикл лекции. На прошлой лекции мы с вами узнали, что такое бертогональная система функций и установили условия их существования. Более того, построили бертогональную систему функций, явно установили некоторые ее свойства. И на этой лекции мы с вами получим некоторые последствия сделанных нами выкладок. Начнем с того, что как только у нас есть бертогональная система, то мы можем с вами получить формулу для коэффициентов ряда экспонентов. Давайте эту тему выпишем. Формула для коэффициентов ряда. Давайте сформулируем соответствующую теорему. Теорема 1. Пусть по-прежнему у нас есть показатели лямбдокаты, не ноль упоядочные по возрастанию стремящейся бесконечности. Специальное произведение A от YAMDA. Ну, раз можно заговорить о бертогональных системах, то, естественно, мы требуем, чтобы показатели имеют конечную плотность. Как вы помните, это необходимые и достаточные условия существования бертогональной системы. Ну, кроме того, пусть 1000 чертов — это сопряженная диаграмма L. предисловие написания. Итак, пусть функция f от z, Заданная рядом экспонент сумма pk от единицы до плюс бесконечности Акатая на е степени лямбдокатая z Ряд сходится равномерно в некоторой области g. Такое что? Множество d α Что такое множество d α? Это сдвиг сопряженной диаграммы L с чертой на число α. Давайте напишем, существует α. Такое, что множество d α целиком лежит в области g. Ну, вы с таким силами, наверное, сталкивались, да? Множество плюс число. Это значит, что мы строим новое множество для элемента исходного и прибывая к ним это число. Таким образом, то есть, как бы, двигаем множество на данный вектор, да. Пусть область равноверной сходимости ряда экспонент такова, что сдвиг сопряженной диаграммы при некотором векторе α целиком лежит в этой области g. Целиком лежит в области g. Тогда для любого контура c такого, что сопряженная диаграмма L с чертой лежит целиком во внутренности контура c. И сдвиг контура c на α лежит в области g. Имеют место формулы. А КТ на E в степени минус ряда КТ альфа равняется единице на 2πi. Интеграм по знаковому контуру c. Пси КТ от t. На F от аргумента t плюс альфа до t. Иметь место вот такая формула. Формовая номер понятна, почему примерно такая. Давайте докажем ее все равно. Смотрите, т принадлежит контуру c. Сдвиг контура c принадлежит области g. Значит, у нас t плюс альфа принадлежит множеству c плюс альфа, которое компактно вложено в g. На нем функцию f мы можем разложить в этот экспонент, который сходится равномерно по условию теоремы. И, соответственно, пользуясь равномерной исходимостью, поменять знак интеграла и суммирование местами. Следовательно, 1 на 2π. Интеграла по контуру c. Пси КТ от t. От t плюс альфа dt. Это есть 1 на 2π. Интеграла по контуру c. Пси КТ. От t на сумму. Давайте напишем по m. t единица до плюс бесконечности. a m е в степени линда m t плюс альфа. dt равняется. Давайте я перейду сюда. Это равняется сумме m, это единица до бесконечности. т. Что у нас не зависит от t. a m умножить на е в степени линда m альфа умножить на единицу на 2π. И. Теграла по контуру c. То, что у нас осталось от t, это Пси КТ от t на е в степени лямбда m t. dt. Ну, во-первых, мы помним, что Пси КТ аналитичные вовне сопряженные диаграммы, и именно в этой области мы их интегрируем, опять же, в силу условий теоремы. И мы помним сами, что из определения бертогональной системы это из силы у Карнекера. Это КМ. Таким образом, это выражение равняется... Понятно, что от суммы бесконечности станет стойкая. Единственный ненулевой элемент — это элемент АКТ на е в степени лямбда лямбдокатая альфа О. Так, а, я опечатку сделал... Здесь умножить, здесь равно. Соответственно, добавляя на обратную экспоненту, мы сами получаем коэффициент ряда, что и требовалось доказать. То есть, как я и обещал, мы получили сами интегральную формулу для коэффициентов ряда экспонентов в том случае, когда существует бертогональная система, и в том случае, если область сходимости ряда экспонента является некоторым достаточно хорошим множеством. что из этого следует? Давайте напишем следствие. Ну и напишем теорема 2. Пусть этот экспонент сумма пока от единицы до плюс бесконечности АКТ на е в степени лямбдокатая з сходится равномерно в области g, такой, что сдвиг сопряженной диаграммы д альфа с чертой целиком содержится в области g. И пусть функции, которые он задает, f от z равная сумме ОК от единицы до бесконечности АКТ на е в степени лямбдокатая z, тождественно равняется нулю в области g. Тогда из этого автоматически следует, что все коэффициенты ряда равны нулю. Ну это следует очевидно из теоремы 1. Берем, у нас есть формула, которая выражает коэффициенты ряда, подставляем тождественные 0 f от z, получаем тождественные наноси коэффициенты. Все просто и очевидно. Но в частности из этого следует, что в условиях теорем 1 все коэффициенты ряда экспонент определяются функцией, которые этот ряд сходятся однозначно. Если вы помните, мы с вами строили контрпример, ряд экспонент с ненулевыми коэффициентами, которые сходились к тождественной нулю. А что же было в том контрпримере нарушено? Если вы вспомните, там оба исходимости ряда в точности совпадала с сопряженной диаграммой. То есть сопряженную диаграмму нельзя было поместить внутрь области исходимости. Она с ней совпадала. Ну, с этим, я думаю, мы разобрались. Давайте сейчас разберем один интересненький пример с этим все взаимодействием, а потом будем двигаться дальше. Идем. 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 Я хочу с вами рассмотреть пример того, как выглядит бертогональная система в классическом случае. Ну, что мы имеем в виду под классический случай? Мы имеем в виду случай рядов Фурье. Когда вы строите ряда Фурье, вы раскладываете функцию по системе экспонент Е степени ИПК, да? ИКЗ, где К пробегает все цевые часы. Ну, прежде чем заняться этим вопросом, давайте с вами получим некоторое альтернативное представление функций из бертогональной системы. мы с вами помним, как выражается, собственно говоря, в эти функции. Пси КТ от Т. Это у нас что было? единица на ль штрих в точке лямбда КТ, интеграу от 0 до бесконечности, l на лямбда минус лямбда КТ, е в степени минус лямбда КТ, д лямбда. Мы их так построили на прошлой лекции. Как мы это преобразуем? Давайте продифференцируем это выражение по Т. Получилось, что Пси КТ штрих, это что? Минус лямбда вылезет. Минус единица на ль штрих в точке лямбда КТ, интеграу от 0 до бесконечности. минус лямбда КТ, минус лямбда L от лямбда на лямбда минус лямбда КТ, е в степени минус лямбда Т, д лямбда. Далее, домножим это выражение на лямбда КТ и сложим их. Получим Пси КТ штрих плюс. Так. Сейчас лучше с плюсом взять и с минусом. Так. Здесь я минус зря написал. Так. Так, так, так. Секундочку. А, нет, все правильно, да, все правильно. Плюс лямбда КТ. Пси КТ, у меня в записи была ошибка. Равняется. Давайте просуммируем. Единица на h штрих в точке лямбда КТ. Интеграу от 0 до бесконечности. Минус я вынесу. лямбда минус лямбда КТ. Лямбда минус лямбда КТ. Эдет лямбда. Е в степени минус лямбда Т до лямбда. О, вот так правильно. Ну, это, естественно, сокращается. А оставшаяся часть, я имею в виду вот этот интеграл, дает нам функцию с цирной поборею с л. То есть это равняется минус гамма Т делить на л штрих лямбда КТ. Что мы с вами получили? А мы с вами получили дифференциальное уравнение, которому подчиняется функция с бертогональной системы. Которое мы, естественно, можем решить аналитически. Мы знаем, что си КТ от Т. Это есть не что иное, как минус единица на л штрих лямбда КТ. Интеграл от некоторого от Т0 до Т. Так, и минус я написал. Гамма Тау. Е в степени. Так. Чтобы не ошибиться. Е в степени равна Т Тау минус Т. ДТ. Ой, ДТау. Ну и плюс произвольное решение с фундаментальной системой решения Е в степени минус лямбда КТ. Вот так выглядит у нас общее решение. Ну, мы с вами определяли функцию бертогональной системы так, чтобы она на бесконечности обращалась в ноль. В принципе, это условие не очень принципиальное, но вы всегда можете подобрать константу С так, чтобы она обращалась в ноль. Тем более, что вот эта отбавка является целой функцией и в конечном итоге ни на что не влияет. Ну хорошо, давайте применим вот эту формулу конкретно к нашей системе функций. Итак, в нашем случае Псиката от Т принимает вид... Поспешил, поспешил, поспешил. Что в нашем случае представляет из себя функция L в лямбда? Это функция, которая должна обращаться в ноль в точках ИК. Это функция синус аргумента ИПК. Чтобы сделать построение, нам нужна ее производная. И штык от лямбда, это у нас будет ИП косинус ИПК. Соответственно, в точках лямбдокатах, которые равны ИК, мы получаем, что ИП минус единицу в степени К. Правильно? Далее нам нужна функция социальную по барелью гамма, социальную по барелью синусом. Ну, понятно, синус мы выразим через экспоненты и напишем, воспользуемся аддитивностью. И учаем, что гамма Т, это, помните, синус там единица на два И. Дальше инейная комбинация экспонентов, образовываем в экспоненты. Единица на Т плюс. Так, ой, какую эпилямбд. И здесь эпилямбд. Это эпилямбд и пи. И минус единица на Т минус пи. Да. Хорошо, теперь все готово, и мы можем применить эту формулу. Псико ТТ равняется минус единица делить на функцию значения производной и пи. Минус единица в степени К. Интеграла Т0 до Т, подставляя гамма единица на 2 И. 1 на Т плюс пи минус 1 на Т минус пи. Так, прошу прощения, здесь у нас Тау должно быть. Тау минус Т до Тау. Ну и плюс какая-то аналитическая функция от аргумента Т. Я обозначу А1 на Т. Как я и сказал, мы найдем функцию протокональной системы с точностью до целой функции. Что нас, в принципе, устраивает. Так, ну давайте теперь попреобразовываем. Теперь попреобразовываем. Сико ТТ равняется. Во-первых, И. Ишки сокращаются. Здесь плюс. Минус единица в степени К на 2 пи. Я вынес. Е в степени минус ИКТ. ДТ плюс А1 от Т. И остается только интеграл. От Т0 до Т. Единица на Т Тау плюс пи. Минус единица на Тау минус пи. И в степени ИКТау. И в степени ИКТау. ДТау плюс А1 от Т. Поравняется. Ну, давайте воспользуемся следующим трюком. Мы разложим. Воспользуемся разложением экспонента в ряд Тейлора в точках минус пи и пи соответственно. Давайте я это напишу как комментарий. С одной стороны, Е в степени ИКТау. Это что есть? Если я возьму точку минус пи. Е в степени минус ИКП. Плюс Тау минус пи. Тау плюс пи, вернее. Некая аналитическая функция от аргумента Тау. Есть такое разложение. Аналогично я могу написать разложение в точке плюс пи. Е в степени минус ИКТау равняется в степени... Е в степени ИКТау равняется Е в степени ИКП без минуса. Ну и плюс, соответственно, Тау минус пи. Какая-то другая целая функция от аргумента Тау. Соответственно, все это равно. Я подставлю это разложение сюда. Воспользуюсь тем, что смотрите. Это разложение я подставлю к этому слагаемому. Это разложение я подставлю к этому слагаемому. Соответственно, скобки сократятся со знаменателями. Знаменательные исчезнут. Получится выброс очередной целой функции. Ее я писать не буду. А напишу только то, что представляет интерес. Минус единицы в степени ИК на 2Пи. Е в степени минус ИКТ. Так. Давайте напишем это. У нас немножко места не хватает. Я это перенесу сюда. Там должны были пределы поменяться. А где? Там просто вот в антеграмме, да, Т0 до Т бесконечности. А, нет, здесь Т должно быть. Бесконечности это осталось от старой записи, видимо. Минус 1 в степени ИК, когда ИСы сокращаются, они добавляют 2 степени ИК. А еще у вас был минус. Я его съел. Так. Облажаться это наша обязанность с вами с другой стороны. Но мы будем постараться этого не делать. Е в степени минус ИКП. Интеграл от Т0 до Т. Единица на Т плюс П. ДТАУ, да, у нас все остальное же ушло. Плюс Е в степени ИКП. Интеграл от Т0 до Т. Единица на ТАУ минус П. ДТАУ. Так, я здесь сотру с вашего позволения. Так, что у нас останется? Минус 1 в степени К на 2П. Е в степени минус ИКТ. А, ну да, я еще забыл написать. Плюс какая-то еще одна аналитическая функция аргумента Т. Смотрите, Е в степени, что ИКП. Что минус ИКП? Это минус единица степени К. Я ее вынесу. И останется умножить на… Ну, интеграл можно посчитать. Что у нас здесь будет? Логарифм ТАУ плюс П минус логарифм ТАУ минус П. В принципе, пределы не имеют значения. УС А4 от Т. Минус единицы сокращаются. Минус единицы сокращаются. И получаем окончательный ответ. Элемент берегональной системы имеет вид Е в степени минус ИКТ на 2П. Ну, и на логарифм отношение ТАУ плюс П делить на ТАУ минус П. Вот так вот мы с вами нашли функцию с берегональной системой. Ну, идем с вами немножко с сопережением графика. Давайте сделаем перерыв, а потом продолжим этот пример разбирать. А, я… А, ну, ничего не меняет. Это все… В принципе, я здесь не написал, но давайте напишу. Плюс. Какая-то аналитическая функция на 5П. В принципе, она от себя пределы подстановки съезд. Ну, да, естественно, тоже написали, что… А, житые. Целые функции. Дежи одного до пяти. 1 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 равняется единице в 2πi. Открую большие квадратные скобки. Смотрите, мы один раз проходим отрезок в эту сторону, и один раз проходим его в другую сторону. Что изменится при прохождении? Изменится ветка логарифма. Давайте зафиксируем. Первый интеграл от минус π до π е в степени минус π от t на 2π логарифм t плюс π от t минус π от t dt плюс иду в обратную сторону. Интеграл от π до минус π е в степени минус и т 2π логарифм t плюс π от t минус π мы ушли на другую ветвь. Смотрите, когда мы начинаем, а начинаем мы где-то здесь, аргумент логарифма будет чисто отрицательным. Мы идем сюда, движемся сюда. Какой будет, если мы возьмем, например, точку где-то здесь, ну, например, минус π тогда аргумент логарифма будет чистым нимом, чистым нимом, лежащим в верхней полу плоскости. То есть аргумент, алгарифм движется по часовой стрелке. Соответственно, нимая часть логарифма уменьшается, и мы перейдем на ветку, на один индекс ниже. То есть здесь будет минус 2πKi. Ну, и состояние FAT dt. Это одно и то же, только направление интегрирования разное сокращаем. Равняется единица на 2πI. Так, поменяем пределы интегрирования, этот минус съестся. Интеграл от минус π до π е в степени минус iKT на 2π умножить на 2πKi умножить на f от t dt. 2πKi, 2πKi. Итого мы получаем известную форму единица на 2π интеграл от минус π до π F от t на е в степени минус iKT dt. То есть мы получили с вами классические результаты из математического анализа. Так, если вопросов нет на эту тему, мы пойдем дальше. последний вопрос, который я бы хотел с вами сегодня разобрать, это есть некоторое уточнение форму для коэффициентов ряда. Давайте напишем заголовок. собственно говоря, формулу мы менять с вами не будем, а мы докажем с вами, что она имеет место не только для тех альфа, которые были указаны в теореме 1, но и для некоторых других. Но прежде нам понадобится лемм. лемма 1. Лемма 1. Следующее. Пусть функция f является аналитичной в области h. И пусть область e такова. e – это область, стоящая из всех чисел альфа, таких, что без чертой альфа вложена в h. Ну, это можно трактовать как… Ладно, без трактовки давайте. Тогда утверждается, что функция f большое от альфа, которую мы определим как единица на 2π, и интеграма по контуру c, сикатая от t, f от t плюс альфа, dt – это функция является аналитической в области e. Ну, где, естественно, контур c, охватывает сопряженную диаграмму. Дальше мы тогда с чертой принадлежит внутренней внести c. c плюс альфа вложена в h. Давайте докажем. Это крыльца-то. Нам достаточно доказать, что эта функция аналитична в каждой точке области e. Давайте зафиксируем. Фиксируем некоторую точку альфа 0 принадлежащей области e. Принадлежащей области e. Для данной точки, в связи с этой формой, мы найдем контур c альфа 0, который целиком лежит в h. И, кроме того, давайте мы с вами построим дополнительный контур гамма. Гамма большой такой, что контур c альфа 0 целиком лежит в гамма, во внутренности гамма. А сам контур гамма лежит в области h. Это всегда можно сделать. Тогда рассмотрим функцию аргумента альфа. f от z. Рассмотрим f от z плюс альфа. То, что у нас присутствует, только у нас там t написано, но это ничего не меняет. Мы можем рассмотреть ее как функцию аргумента альфа. Она же, правда, является аналитической функцией аргумента альфа. Является. Можем разложить ее в Ред Тейлора по аргументу альфа относительно точки альфа 0. Получим, что это и есть сумма. По n от 0 бесконечности. f, n-ная производная, взятая в точке z плюс альфа 0 альфа минус альфа 0 в степени n. Ну и давайте вот этот аргумент z плюс альфа 0. мы его обозначим у и мы помним с вами, что так как альфа 0 принадлежит так как z у нас принадлежит к контуру c, то соответственно z плюс альфа 0, то есть u принадлежит контуру c альфа 0. Для всех точек, находящихся на этом контуре, мы можем вычесть производную, используя интеграемые формулы типа Каши. Соответственно, f, n-ная производная в точке u равняется n факториал на 2 pi интеграем по замкнутому контуру гамма большое f аргумента это это минус u в степени n плюс 1 до этого и получить с вами соответственно оценки на скорость роста этих производных. модуль f n-ная производная от u не превосходит. Давайте оценивать n факториал на 2 pi умножить на длину контуру гамма модуль гамма умножить на максимум модуля f от это по это принадлежащим гамма и делить на дельта в степени n плюс 1 где дельта это расстояние между контуром гамма и контуром c альфа 0 ну понятно что она будет бюджерная следовательно подставляя эту оценку соответственно сюда мы можем с вами заключить так сейчас давайте я сотру здесь из этого следует что вот этот ряд тейлора сходится равномерно как минимум в круге радиуса дельта следующий наряд f от z плюс альфа равная сумме n от 0 до бесконечности fn производная от z плюс альфа 0 n сходится равномерно как минимум в области модуль альфа минус альфа 0 меньше дельта раз это так то следует она сама исходная функция f от альфа которая единица на 2 пи номера по контуру c psi n от t на f от t плюс альфа дт ну она аналитична там где аналитична альфа правда где аналитична функция f от t плюс альфа то есть в этом же круге то есть она аналитична в области альфа минус альфа 0 меньше дельта причем мы доказали это для произвольного альфа 0 это пишем это верно для любого альфа 0 принадлежащего области e ну и как вы помните мы говорим что функция аналитична на множестве если она функция аналитична на множестве если она аналитична в каждой точке функция аналитична в точке если она аналитична в некоторой окрестностях этой точки да мы доказали что в окрестностях любой точки альфа 0 функция f является аналитической средственно аналитическое во всей области Е. От альфа аналитично в Е. И ровно это мы докажем. Что это требовалось доказать? Вопросы есть? Вопросов нет. Теперь используя эту лему, мы с вами докажем теорему, это у нас уже получается теорема 3, которая позволит нам уточнить формулу для коэффициентов ряда экспонентов. Теорема 3. Итак, пусть ряда экспонент задает функцию f от z. Если это, например, докат от z. В некоторой области g это значит, что функция f является аналитической в области g. Она может быть аналитическая и в большей области, ну или иначе, говорят, допускать аналитическое продолжение. Давайте запишем это. И пусть сама функция f аналитична в области h, который содержит область g внутри себя. Пусть множество e, это множество всех чисел альфа, таких, что двиг сопряженной диаграммы на число альфа, целиком содержится, но уже не в области g, а в области h. Тогда теорема утверждает, что дверевого числа альфа из области h имеет место формула. Коэффициент акатая выражается как e в степени минус ламдакатая альфа, интеграл по контуру c, ψ к от t от t, f от t плюс альфа, dt. То есть, иначе говоря, мы можем использовать эту формулу не только для альфа, для которых сопряженная диаграмма, а то есть чертой принадлежит g, но для тех альфа, для которых сопряженная диаграмма принадлежит h, для более широкого множества альфа. Давайте рассмотрим, собственно говоря, эту функцию. Это функция аргумента альфа и в степени минус ламдакатая альфа, интеграл по контуру c, сикатая от t, f от t плюс альфа, dt. Что мы знаем про эту функцию? Во-первых, из теоремы 1 мы можем утверждать, что f от альфа аналитична в области e. Давайте напишем это. Из теоремы 1 свернуть, что f от альфа аналитична в области e. Это раз. Из теоремы 1 мы знаем, что f от альфа тождественно равно а к а тому, если альфа принадлежит давайте так напишем, да, если альфа принадлежит множеству всех альфа штрих, таких, что d с чертой альфа штрих принадлежит g. Ну, понятно, что если она принадлежит, то она принадлежит и h. А значит, альфа принадлежит ой. А, да, то есть это извините, договорился. То есть множество, описанное вот этой строкой, оно является, собственно, подмножеством множества h. в области h. Хорошо, ой, не h, а e. В области e. Итак, функция в области e аналитична и на некотором континуальном множестве внутри этой области является константной. Что мы знаем про эту функцию? У теорема единственная это функция тождественная константа. Следовательно, f от альфа тождественная равняется а к тому при альфа и на тежащем области e, что и требуется доказать. То есть теорема единственности. на этом, я думаю, на сегодня все. Дальше мы на следующей реакции мы это все продолжим. мы с вами наконец-то связать коэффициенты ряда с функцией, которые сходятся. И используя доказанную теорему, в особенности вот эту теорему три замечательного, мы с вами сможем установить в будущем некоторые достаточно интересные свойства. Например, вы знаете, что пусть у вас ряд теорем расходится с тех там круги, и вы точно можете утверждать, что на границе этого круга находится особая точка функции, которая расходится. Оказывается, при некоторых ограничениях нечто похожее имеет место и для ряда экспонентов. И мы это докажем, используя вот эту теорему три. Спасибо за внимание.